МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире события в студии Андрей Трой. Смотрите в выпуске. Взыграла совесть. Неожиданное продолжение криминальной драмы, разыгравшейся у ресторана «Разгуляй». Снежный патруль. Самара готовится встретить холода во всеоружии. «Карамельное небо». Дуэт из Новокуйбышевска дошел до финала детского Евровидения. О, бедный Ерик. Операция по спасению озера в Куйбышевском районе продолжается. Городские власти привлекают к работам промышленные предприятия, а на ближайшие выходные намечена экологическая акция с участием жителей. Сергей Кизоркин побывал на месте происшествия, чтобы узнать последние новости. В поселке 116-й продолжается спасательная операция дубового ерика. По озеру продолжает гулять масляное пятно. Нефтепродукты попали в водоем в начале августа. Виновные пока не найдены, но местные жители уверены, это вопрос времени. Все равно народ возбужденный ищет, роет, как говорится, и хочет найти. За это надо бы кому-то ответить. Администрации Куйбышевского района и городской департамент благоустройства и экологии помогают в поисках источника экологической аварии. Виновных необходимо установить и привлечь к ответственности. Еще одна задача – спасение некогда чистейшего озера. На помощь городские власти привлекли крупные промышленные предприятия Куйбышевского района. Работы по очистке водоема и берега ведутся ежедневно. Ставят боновые заграждения, специальные ткани, обладающие высокой прочностью, стойкой к воздействию кислот, щелочей, нефти и нефтепродуктов. За счет небюджетных средств данная акция была проведена. Она показала свою эффективность. Необходимо будет продолжить данное мероприятие по очистке акватории. Мероприятия будут продолжены. На данный момент осуществляется мониторинг состояния водного объекта. К спасению дубового ерика привлекают и местных жителей. В предстоящие выходные по улицам Восстания и Красный Крежок пройдет экологическая акция. Хозяину каждого участка выдадут мешки для мусора, чтобы они смогли сами убрать прибрежную полосу у своих участков. В понедельник отходы цивилизации спецавтотрансу везет на городскую свалку. Сергей Кизоркин, Алексей Золотенков. События. Неожиданная развязка криминальной драмы. В полицию с повинной явился участник самого резонансного преступления последних дней. Николая Прокопчука подозревают в том, что именно он стрелял в спину одному из участников массовой драки у ресторана «Разгуляй». Несмотря на явку с повинной, обвинение считает, что во время следствия Прокопчук должен находиться за решеткой. Прислушался ли к этим доводам суд, расскажет Павел Баймаков. Эти кадры были сняты камерой видеонаблюдения, установленной на парковке возле кафе. На записи видно, как на улице идет массовая драка. В какой-то момент один из дерущихся достает из машины автомат «Сайга» и делает два выстрела в 20-летнего самарца Искандара Бердеева. Позже свидетели узнали стрелявшего. Это был 22-летний Николай Прокопчук. Я не считаю себя полностью виновным в этой ситуации. Я считаю себя частично. Я всегда защищаю своего друга. Этот друг потом написал заявление в полицию о том, что потерпевший якобы первый на него напал. Но в этом еще предстоит разобраться. Сразу после убийства, по данным следствия, Прокопчук уехал в Ульяновск, откуда он родом. А уже через несколько дней, вернувшись в Самару, явился с повинной. Почему? Пока тайна следствия. У Прокопчука изъяли орудие убийства. Выяснилось, у него было разрешение на хранение оружия. Обвинение в суде настаивало – подозреваемого нужно взять под стражу. Он подозревает в совершении особо тяжкого преступления. Наказание свыше трех лишений свободы данных. Преступление представляет повышенную общественную опасность. В следствии имеется, кроме того, основания полагать, что он может оказать давление на свидетелей потерпевших. Видно, что человек скрываться не намерен абсолютно. С решением промышленного района суда не согласны, поскольку решение не обосновано. Защита будет подана апелляционная жалоба в Самарской областной суде. По решению суда, ближайшие два месяца подозреваемый проведет в следственном изоляторе. Павел Баймаков, Дмитрий Мешканцов. События. ЧП на РКЦ «Прогресс». С крыши упали двое рабочих подрядной организации, которая занималась высотными работами. Один человек погиб на месте происшествия, второй получил травмы и перелом руки и ноги и был госпитализирован. Сейчас прокуратура ведет проверку, был ли у верхолазов допуск к высотным работам и соблюдались ли меры безопасности. После проверки трагедии будет дана юридическая оценка. По данному факту, следственным отделом по Кировскому району города Самары следственного управления Следственного комитета в Самарской области проводится доследственная проверка, в ходе которой проверяется, нарушались ли правила техники безопасности должностными лицами той организации, которая осуществляла высотные работы. В настоящее время окончательное процессуальное решение по данному факту не принято, проводится проверка. А сейчас коротко о важных событиях, которые произошли к этому часу. Спецпоезд самарской ракеты-носителем «Союз-2.1А» прибыл на космодром Восточный. Из Самары он отправился три недели назад. Модернизированная ракета-носитель, разработанная и изготовленная в РКЦ «Прогресс», первая стартует с нового российского космодрома. Запуск намечен на декабрь. Сухая и жаркая погода стала причиной пожара, случившегося на острове напротив поселка Усинский. Вдоль береговой линии Волги горела сухая трава. Дым от пожара протянулся шлейфом по воде до острова Поджабный. К месту происшествия были направлены спасатели с двух станций. Площадь территории, охваченной огнем, составила 700 квадратных метров. Самарские полицейские арестовали преступника, который 8 лет находился в федеральном розыске. Ограбление на трассе в Красноярском районе произошло еще в июне 2007 года. Четверо злоумышленников в форме полицейских ограбили фуру. Троих налетчиков поймали практически сразу, а вот одному тогда удалось бежать. Крамельное небо могут увидеть в Болгарии. Дуэт из Новокуйбышевска прошел финал национального отбора конкурса «Детское Евровидение». Самарцы могут поддержать ребят на онлайн-голосовании. Набранные голоса будут суммироваться с оценками жюри в финале. В воскресенье 27 сентября в Самарской области пройдет Всероссийский день бега «Кросснации-2015». Принять в нем участие могут все желающие. «Кросснации» – самое масштабное по количеству участников и географическому охвату спортивное мероприятие в стране. Помимо забегов, гостей ждет разнообразная развлекательная программа. Тяжелый труд – достойная оплата. Олег Фурсов порекомендовал управляющим компаниям поднять зарплату дворникам. Только так, по его мнению, можно ликвидировать кадровый голод. Формировать же бригады рабочих нужно уже сейчас, не дожидаясь первого снега. Как коммунальщики готовятся к зиме, расскажет Марина Матвеичина. Снежный патруль, 170 аварийных бригад, почти 130 групп кровельщиков, более 4 тысяч дворников и 190 единиц спецтехники, управляющих компаний, могут хоть завтра выйти на уборку снега. В этом году по поручению главы администрации города все коммунальные службы впервые начали подготовку к снегопадам еще осенью. Более 90% жилых домов и социальных объектов к отопительному сезону готовы, докладывают в департаменте ЖКХ. До конца месяца завершатся работы во всех муниципальных котельных. Четыре котельных в течение этого года были переведены на центральное отопление. То есть вместо них созданы ЦТП. Это котельные улицы Гагарина 6а и Печерская 12. Работы в полном объеме закончены. Негативный опыт прошлых лет, когда обильные снегопады буквально парализовывали город, не должен повториться, уверен глава администрации Олег Фурсов. Главам коммунальных контор он настоятельно посоветовал не планировать отпуска на период новогодних праздников. В это время все службы ЖКХ и благоустройства должны быть полностью готовы ко всем сюрпризам погоды. Управляющая компания – это не бизнес. Это в большей степени некая такая социальная функция. Во голове наших интересов должны быть интересы простых людей. Их безопасность, чтобы с крыши ничего не падало, чтобы под ногами скользко не было. Своевременность уборки и полнота оказываемых услуг. На борьбу со снежными заносами на улицу города выйдет и тяжелая артиллерия. Городской парк спецтехники глобально обновили в этом году. Купили 64 современных машины. Плюс еще 28 единиц спецтехники город приобрел для муниципальных компаний. Уже сейчас готовы полигоны для вывоза снега общим объемом в полмиллиона тонн. Марина Матвеевична, Максим Гусев, События. Дожди этой осенью не помощники коммунальным службам. Но даже в такую сухую погоду пыли на дорогах стало меньше. Никакой мистики. Круглосуточно на уборку выходят уличные пылесосы. Как за пару часов навести идеальную частоту на нескольких километрах улицы, знает наш корреспондент. Юркий и маневренный пылесос вычищает каждый сантиметр улицы. За день успевает привести в порядок до 30 тысяч квадратных метров тротуаров. За частоту на дорогах отвечают более габаритные машины. Этим летом в городе стало легче дышать, делится Екатерина Чуйкова, которая каждый день начинает с пробежки. Бегать стало действительно комфортнее. То есть нет вот этих мусорок разваленных. Более приятно, конечно, становится тренироваться в таких условиях. Если пылесосят улицы, обязательно моют и остановочные площадки. Очищают от мусора дороги, борются с сорняками и аллергенной травой. Внимание всем районам и центральным, и отдаленным. Такой стандарт работы задал глава администрации Самары Олег Фурсов. Горожане заметили результат. В среднем 250 человек и 120 поливомоечных машин выходят на уборку всех районов Самары. Помимо того, что нужно убрать город, нужно его содержать и поддерживать порядок в городе. Поэтому работы ведутся круглосуточно. Сейчас МП благоустройства получил новую технику. Порядка 53 единиц. Новые модели, которые разработаны, которые более удобны, более компактны, они впервые появились. С конца октября наводить чистоту в городе будут, учитывая осенне-зимнюю специфику. Парк уборочной техники пополнится новыми машинами, в том числе снегоотбрасывателями. Еще одно новшество – отказ от использования песко-соляной смеси в центре Самары и переход на современный реагент Бионорд, что должно весной избавить город от пыли и грязи. Мариана Мирная, Марина Кравцова, Алексей Золотенков. События. Ни проехать, ни пройти. Еще месяц назад это была самая актуальная характеристика для улиц Банная и Черниговская, что находятся в поселке Мехзавод. Сегодня и центральным, и отдаленным районам Самары городские власти уделяют одинаковое внимание, поэтому дорогу в поселке Мехзавод сделали меньше, чем за месяц. Появился и тротуар, которого на Черниговской никогда не было. Изменения оценили и жители, и Марина Кравцова. Теперь здесь идеально ровная дорога и тротуар. Жители поселка Мехзавод вспоминают 60-х годов, как построили микрорайон. И эту дорогу не ремонтировали ни разу. Да и с освещением были проблемы. Сейчас мы видим хорошую дорогу. Здесь дороги не было, она была разбита, она была в ямах. Было очень тяжело ездить вечером. Сейчас сначала свет дали, очень плюс большой. Сейчас нету ям, ничего объезжать, ничего не надо. Я очень доволен и дорогой, и тротуаром. О том, что улицы Банная и Черниговская нуждаются в ремонте, жители Мехзавода рассказали Олегу Фурсову на одной из встреч в Красногленском районе. Ответ последовал делами. Дорога сделана, дорога хорошая. И хотим продолжения благоустройства нашего поселка. В ближайшее время будут выполнены работы дальше по улице Курильской. У нас выполняются на сегодняшний день и выполнены уже практически работы по обустройству в поселке Красная Глинка дороги от улицы Банная до улицы Жигулей с разворотной площадкой, с укладкой бордюрного камня и тротуара, что тоже было вопросами жителей. В этом году в Красногленском районе уже отремонтировали 9 тысяч квадратных метров дорожного полотна. В планах еще около 11 тысяч. Ограничиваться только проезжей частью нельзя. Сделан тротуар, который был необходим людям на площади 460 квадратных метров. В муниципальном предприятии «Горсвет» до ноября месяца выполнено освещение шести дворовых территорий и освещение трех муниципальных дошкольных учреждений. В порядок приводят не только дороги и тротуары. Отремонтировали мост через овраг угольный. Пять новых детских площадок появились во дворах Красногленского района. Жители мехзавода строят планы. По отремонтированной дороге теперь можно и общественный транспорт пустить. Районная администрация рассматривает этот вопрос. Марина Кравцова, Константин Головин. События. Из одного конца города в другой всего за час. Один из самых популярных маршрутов в Самаре, 23-й, стал муниципальным. Длинную дорогу пассажиры теперь преодолевают на автобусах большой вместимости. Сюжет Марианы Мирной. Протереть фары и стекла, проверить колеса – все готово для выхода на маршрут. Рамиль – водитель со стажем. Говорит, рабочее место должно быть уютным и комфортным. Цветы винограда – это как бы, чтобы создать хотя бы чуть-чуть комфорт для себя. Шторки от солнца. Из 15-го микрорайона до универмага «Юность». 23-й маршрут пользуется большой популярностью у самарцев. Огромная часть населения все-таки у нас пенсионного возраста. И здесь есть льготы для проезда у школьников и студентов. То есть самые неуще, скажем так, слои населения. Не то, чтобы газельки там еле умеешься. Много народу помещаться. С 23-го сентября протяженный 23-й стал муниципальным. 20 больших вместительных автобусов теперь курсируют по этому маршруту. Маршрут действительно протяженный. Начинается с 15-го микрорайона и заканчивается в городе на улице Ленинградской. За первый день ввода маршрута в эксплуатацию перевезли более 5000 пассажиров. Второй день – почти 5500 пассажиров. Увеличение количества муниципального транспорта – задачу, которую поставил глава администрации Самара Олег Фурсов. Проект успешно выполняется. 23-й маршрут теперь ходит с половины шестого утра и до 12 ночи. Интервал между автобусами не превышает 12 минут. Марьяна Мирная, Максим Гусев. События. Именины кактуса. Сегодня в Самарском зоопарке день рождения празднует его самый крупный обитатель. 8 лет назад здесь появился котенок амурского тигра. Его маму зовут Ирис, папу – кедр. Такие растительные имена дают всем животным этого вида. Традиции последовали и в Самаре. Над именем для нового обитателя долго раздумывать не пришлось. Говорят, характер у него задиристый и колючий, вот и назвали кактусом. Полосатого именинника поздравила и Валерия Макарова. С днём рождения тебя! Обычный день рождения, если бы не одно «но». Именинник хвостат и опасен. Обитатель Самарского зоопарка Амурский тигр-кактус празднует свой восьмой день рождения. Всё как положено. Есть и торт, правда, мясной, и свечи. Вот только задувают их дети. И желания загадывают сами вместо хвостатого именинника. Тигр, что большая кошка, любит поиграть и даже умеет мурчать. Делает это, правда, редко. Кошка всё-таки с характером. Он узнаёт всех сотрудников. На кого-то он злой, на кого-то нормально относится. С утра он добрый, его даже можно за нос погладить. А потом уже у него характер меняется. В неволе амурские тигры живут до 30 лет. Так что кактус по человеческим меркам – мужчина в самом расцвете сил. Ему бы подыскать подругу, но в зоопарке сокрушаются места, для неё не хватит. В праздник стараются об этом не думать. На дне рождения кактуса полно детворы. Кто-то примеряет тигриную шкуру, кто-то делится своими знаниями об амурских тиграх. Они самые большие из мира кошачьих. Я знаю, что они охотятся. На всех. Они большие, у них когти большие. Детям рассказывают самое интересное – о тигре, которого охраняет Красная книга. И о том, как важно беречь этих животных. Мало кто знает, но именно тигров считают настоящим царем зверей. В дикой природе на него не нападет никто. Его единственным врагом остаются недобросовестные люди. Таких буквально вчера задержали в Приморском крае со шкурой убитого тигра. Теперь им грозит тюрьма и штраф до миллиона рублей. Если в дикой природе амурских тигров осталось около 500, то в неволе в два раза больше. Здесь и обед по расписанию, и медосмотры, если нужно. А главное – забота. Валерия Макарова, Сергей Баскин, События. В это воскресенье в России отметят День работников дошкольного образования. В Самаре их больше 8 тысяч. Принимать поздравления воспитатели начали уже сегодня. Заслуженным работникам детских садов вручили благодарственные грамоты. Также наградили лауреатов фестивалей детского творчества, Росточек и Ярмарка талантов. Детсады, которые воспитали победителей, получили денежные призы на развитие материально-технической базы. Педагогов поздравил первый заместитель главы администрации Самары Виктор Кудряшов и руководитель городского департамента образования Лилия Галузина. Предпитатель детского сада, заведующий, работник нашкольного образовательного учреждения стоит на пороге формирования личности, а значит от него зависят будущие нации. Мы очень ждем от вас и новых форм работы не только по присмотру и уходу, но и по содержанию образования. Они рождены, чтоб Кавку сделать былью на сцене. Тольяттинские актеры замахнулись на самого загадочного немецкоязычного автора в истории мировой литературы. Спектакль «Превращение» по одноименной повести Франца Кавки давали в рамках фестиваля «Волга театральная». Насколько самарский зритель оказался готов к метаморфозам бытия, узнала Мариана Мирная. Кажется, он поворачивает ключ! Экзистенциальная метаморфоза «Человек» превращается в жука. Актеры театра «Дилижанс», преодолевая физические особенности человеческого организма, вживаются в непривычные образы. Франц Кавка – это писатель особый. У него особая такая мрачная атмосфера, экзистенциальный ализм. И вот это все мы пытались передать через пластику, через музыку. И поэтому у нас не психологический такой обычный спектакль, а пластический скорее. Абсурд и фантастика, музыка, шнитки, невероятные гримы, пластическая подача Кавки – абсолютная фантасмагория. Уже с первых минут зритель понимает, что ничего не понимает. Но потом втягивается. Эксперименты всегда были по душе самарским поклонникам театра. «Отношусь очень хорошо к театральным экспериментам, потому что, ну, опять-таки, что-то новое, не затертое, как говорится. Классику мы уже смотрели и раньше, да, в других театрах и здесь тоже. Ну, хочется, конечно, какой-то новой вене. Время идет вперед, поэтому и хочется что-то новое увидеть». Самарская публика всегда считалась искушенной. Удивить ее сложно, но, возможно, уверен худрук Виктор Мартынов. Но признает, количество великолепных спектаклей на фестивале зашкаливает, и бороться с волнением становится все сложнее. «В этом году очень сильная программа фестиваля, поэтому достаточно страшно самим выступать. И очень ответственно, потому что действительно, что ни день, то сюрприз». Увидеть что-то новое самарцы могут вплоть до воскресенья. Тогда и состоится торжественное закрытие фестиваля «Волга театральная». Мариана Мирная, Максим Гусев. События. Баскетболисты клуба «Самара» готовятся к чемпионату страны в Суперлиге. В выходные в МТЛ-арене команда сразится за кубок Генриха Приматова, заслуженного тренера СССР. С таким настроением игроки выходят защищать прошлогодний титул чемпиона, узнал наш спортивный обозреватель Сергей Кизоркин. На предсезонной тренировке все секреты команда не раскрывает. Ведь за каждым игроком зорко следят фото и видеокамеры. Задача максимум для «Самары» – отстоять титул чемпиона регулярного сезона. Задача минимум – третье место. Цель достижима, ведь в межсезонье «Самара» подкачала баскетбольные мускулы. 13 матчей – 12 побед. «С одной стороны, это очень хорошо, но немножко пугает то, что слишком много побед мы одержали. Было бы неплохо, если бы были и неудачные игры, чтобы можно было сделать некие выводы, работу над ошибками». Последний баскетбольный экзамен перед стартом чемпионата страны – Кубок Приматова. Престижный трофей разыграют четыре команды. Кроме «Самары» за него сразятся. Лежевский купол «Родники», Рязань – соперник по Суперлиге и Красный Октябрь из Волгограда. Участник Еврокубка. Фундамент хороший заложен на сезон. Я думаю, пацаны все втянулись, форму набрали. Главное – ее не растерять и хорошо начать чемпионат. Перед открытием мемориала Приматова состоится матч всех звезд самарского баскетбола. На паркет выйдут две команды ветеранов в ретро-форме. Именно в 80-й под руководством заслуженного тренера Советского Союза Генриха Приматова Куйбышевский клуб пробился в элиту советского баскетбола, а затем и европейского. Такой звездный матч самарцы увидят впервые. Александр Шугаев, Сергей Кизоркин, Константин Головин. События. На этом наш выпуск завершен. Смотрите телеканал «Самара ГИС» в кабельных сетях города, читайте нас в Твиттере, скачивайте приложения и смотрите нас на экранах смартфонов и планшетов на базе Android и iOS. Всего доброго. До встречи. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok